Всем привет, кто смотрит наш канал. У нас сегодня прогулочный влог. Мы идем на праздник. Музей кошки. Сегодня благотворительный праздник. Бездомная кошка. Этот влог очень интересный. Будут рассказывать и показывать животных, рептилий. Мы советуем посмотреть этот влог. Он очень интересный. Так что оставайтесь вместе с нами и смотрите наш влог. Ой, Майкун. Майкун есть просит. Майкун есть хочет. Мы в музее кошек. Кися, кисенька. Здесь даже вышивки есть. Посмотрите. Какая красота. Главное под ноги смотреть, а то можно наступить на кутика. парня. Мойкун есть. Мистерминация. Какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. А потому что лягушки чистые. Раньше, когда холодильников не было, их даже в молоко сажали. Потому что в коже лягушки есть лекарства. И когда в молоке сидит лягушка, молоко в кефир не превращается. Вы знали об этом? Знали. Знали. Даже такая сказка есть про звук лягушек. Почитайте. Правда, есть честные лягушки, которые ядовитые. У них ядовитая кожа. Это красные, синие и желтые. Они честно предупреждают. Не трогай меня, иначе будут проблемы. Лягушка моя необычная. Ну, это совсем не страшно. Про лягушку только про одну могу рассказывать. Смотри, вы так не выдержите. Вообще про лягушек интересно. Вот. У нас таких не водится. Помните, что это острянь. Чего фугать-то? Она может принцессой. Вот не будет у тебя принцесса никогда разфугаться. А вот захочется в свое время принцесса. Она красавица. Смотрите, каждый пальчик на липучке. Видно? Да. Класс? Да. А теперь кулачки дети приготовили. И сейчас давайте-ка поздороваемся. У лягушки, помните, чистая кожа. Никаких проблем не будет, чтобы вы почувствовали. Каждый пальчик на липучке. Кто хочет поздороваться. Да, нас сами-то не здороваемся. Кулачок, какие сообразительные. Всем понятно все стало. Что же это такое? Смотрите, для чего всем лягушкам глаза? Да, чтобы есть насекомых. Это правильно. Но на самом деле лягушки имеют глаза. Смотрите, дотрагиваясь до глаза, глаз проваливается внутрь головы. Оказывается, прилепил у большого жука. А зубов-то нет, чем откусить. Тогда она поправляет пальцы, некрасиво кушает. И глазами, как маленькими кулачками, проталкивает внутрь живота. Самочка уговаривает замуж выйти. И квакают, кстати говоря. И наши только мальчики, а девочки только пищать умеют. Так что, если вы слышите, клакает, это пацан жениться собрался. Честное слово. Теперь широко расставили. И посмотрите, между пальчиками у нас там есть дырочки. Это поры. Наша кожа чуть-чуть дышит. И когда мы что-то берем, сюда в поры прыгает вирус. Как гриб в нос. Да, гриб такое, заболевание есть? Чихаешь, слезы текут. И по крови разносится, бородавка может быть здесь, 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 где угодно. Какая жаба классная, зеленая, у нас такие не живут. И теперь смотрите. Видите, вся кожа у нее в ядовитых пузырях. Это ее защита. Если птица или змея жабу глотает, у нее мгновенно идет остановка сердца. Значит, все смотрим, что вся кожа и наши серые жабы, которые у нас живут, точно такие же ядовитые. И чтобы их никто не ел. Понятно? Вот видите, какая симпатяга. Поэтому, кстати, жабы плохо прыгают. У них короткие лапы. Отличая от лягушек, они никуда не торопятся. Они знают, что их есть никто не будет. Симпатяшка? Да. Как называется, кто запомнил? Зеленая? Квашка. Жаба. Вот эта квакша, это зеленая жаба. И вы теперь точно знаете, что вирусное заболевание бородавки? И не от жабы, и не от лягушки, и не от мышки, и не от кошки, да? Да. Ну, жабу мы не будем. Она просто показала, что она умеет прыгать. Чтобы видеть все, что происходит наверху, да? Чем же кусаются пауки? У них рот трубочкой. Они только жидкую пищу едят. И у мухи цокотухи, я вам скажу, с шансов замуж выйти не было. Когда паук нападает? Любой паук, за исключением скорпиона. Он. Вы здесь на голове видите две толстых колбасы? Стыкает. Там внизу когти, сейчас покажу. У меня, слушайте, за 15 лет никого в жизни не кусило, мне надо бояться тут, на всякий случай. Вот два когтя, как у кошки, смотрите. Это называется хелицира, это анатомическое строение, да, видите? Втыкается, и муха обездвижена. Дальше что происходит? Дальше паук втыкает свой ротик, напускает туда фермент. И муха становится мертвая и жидкая, паук к ней возвращается спустя некоторое время и высасывает ее, как супер в трубочке. От мухи только обалочка остается, понятно? Под брюшком есть паутинные бородавки, это ложные глазки. Паутинные бородавки, это не тюбики с клеем. Вообще это по структуре белок. И раньше люди паутину собирали и кровь ей останавливали. Пока муха в паутине лежит, она не портится. Пауктина бактерицидна. И когда вы по лесу идете, поцарапались, соберите паутину и просто протрите ранку, если вы поцарапались о какой-то веточке. Разное количество разных пауков, теперь смотрите, это не одна нитка. По структуре для взрослых, говорю, это белок, как белок куриного яйца. Паутина это белок. Смотрите, надавливаю. А вон, смотрите. Вы видите, что это не одна нитка. Видите, она клейкая какая, потому что когда яйцо вы разбиваете, она точно такой же клейкая. Видите, как хорошо паутину плетет в мою паучиху. От них у нас, кстати, с вами пять пальцев. От рептилий. Ну, все динозавров знают, да? Я тоже видела, как ты с мамой. Хамелеоны держать очень сложно, потому что, видите, пальцев пять, но они все с коготочками. Я их не обрезаю, потому что ему надо цепляться за ветки, правильно? Он уже кусаться не умеет, у него один из самых длинных языков на свете. Они просто это все... Ой, она не варивает. Значит, в руки болотные черепахи. Они очень добрые по характеру, хотя это водяная черепаха. Как определить, водяная или сухопутная, давайте-ка сейчас посмотрим. Значит, у нас сколько пальцев-то? Пять. У всех водяных черепах сколько пальцев? Пять. И между пальцами перепонки. Если перепонки и пять пальцев, значит, это лапа-весло, ей плыть надо. А если вот так, сколько пальцев? Четыре. Четыре. И все пальцы срослись, только маникюр торчать будет, это сухопутная черепаха. Как наши кости, так и панцирь ломается. И никогда в жизни, а то есть один дурацкий мультфильм, черепаха выходит из панциря и зарядку делает. Позвоночник, ребра, грудина, все приклеено к панциру. Это защита получилась. Такая кожа превратилась в кость. Понятно? Поэтому черепаха не выходит. Как определить возраст? Все очень просто. Как у дерева? Как кольцам. Родилась, растет в разные стороны. И эта часть панциря называется карапакс, это пластрон. Вот здесь рослось. И дальше вы считаете годичные кольца, как попенюшки. Или мальчика или девочка. Смотрите на нижнюю часть панциря. Если ровная или выпуклая, это самка. Если вот такое блюдце снизу, это самец. Потому что обниматься с панцирем дело непростое. Когда самец на самку нарезает, иначе он свалится просто. Так, когда же ли динозавр? Вот смотрите, что сейчас будет делать черепаха. Только сейчас чуть-чуть подальше, да? Не пугайте ее. Она в таком непонятном состоянии находится. Ну, как мы бы с вами встали на голову, да? Смотрите, что она сейчас будет делать. Она будет сейчас на вас смотреть. Теперь смотрите, она сейчас будет искать точку опоры. У нее длинная шея очень. Она сейчас найдет точку опоры. Живут 80 лет. Так, ну, начнем с драконов. Драконы, ящерицы, это одно и то же. Да? Иди, черепашку подержи. Это да! Это австралийский сцинк. Очень доброе существо ест фрукты. Австралийский сцинк. И на змей? И змей, и птицы от них произошли. То есть, изначально у всех было 4 лапы, так получилось. Значит, чешуйчатые. Видно хорошо, что чешуйки, как у рыбы, да? Брать можно, лучше на себя сажать. Не кусается абсолютно. 25 лет живет, а синий язык, да? Ну, как придумала прородовая. Да, ящерица. Вот в Крыму их полно живет. А-а-а! Без ногой ящерицы. Я вам сейчас докажу. Смотрите. Змеи носят очки. Если здесь трогать за глаз, видите, глаз моргает. Видите, глаз моргает. Моргает только ящерица. Змеи моргать не умеют. Дальше. Есть маленькое ушко. Вот здесь хорошо ушко видно. Видите, дырявое. Как чебурашки нельзя развешивать. Иначе зацепится за корягу. Вот змеи глухие все. Дальше. От какого места хвост будем считать? За низу зовем. Самая добрая змея на свете. Живет на деревьях. Значит, Япония родина. Амурский полос. Подожди. Зачем боишься на всякий случай? Она у меня маленькая. Надо активнее быть. Амурский полос. Это ушиное семейство. Но это не ушек. Это ее настоящее название Шрэнк. Не Шрэк, а Шрэнк. Это латынь. Я называю Шрэнк. Значит, знаете, языком змея не кусается. Языком змея нюхает. Потом прячет голову, как вилку в розетку вставляет. Узнает, кто чем пахнет. Дальше смотрите. Трогай за глаз. Нет, просто у змеи глаза не открываются, не закрываются. Чтобы мусор в глаза не попадал. Поэтому у них такой неприятный взгляд-то кажется гипнотизирующий. Они не умеют моргать и спят с открытыми глазами. Ухо нету. Как в сказке Иван Царевич. Слез с коня, послушал погоню. Но это земля тряслась, а не вибрацию. Не ухом, а брюхом слышим. Там мы малыши. Папа белый, мама серый. Вот. Да. Но они на самом деле чуть-чуть побольше. Значит, полтора месяца. Это девочка, это мальчик. Размножаются они у меня все часто. А это значит, если размножаются животные, живут хорошо. Нет, а ты вот так вот. Ты же у него лапочки мягкие, ты ладошки подсыпь. Хочешь подержать? Ладошки подставляй, он приползет. Вероника. Чем кролик от зайца отличается? Ушами. Да, и дети у них голенькие рождаются. И ноги еще. А у зайца рячие и пушистые. Так, ну я вам... Я надеюсь, вам понравился праздник, потому что мне очень нравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok